Эта партия была сыграна на турнире в Биле в 2011 году. Белыми играл Магнус Карлсон, чёрными Фабиано Каруано. Разыграна шотландская партия и на шестом ходу чёрные делают ход ферзь h4, который ведёт к острой борьбе. Ферзь e2, конь e7 с идеей продвижения d7-d5. Конь c3, препятствуя этому ходу, короткая рокировка, слон e3. Слон на c5 стоял слишком сильно. Слон b6. Разменивать слонов ни белым, ни чёрным невыгодно. Если сейчас белые возьмут слона на b6, то после а-b чёрные получают мощную группировку пешек на ферзьевом фланге. Вернёмся к партии. Белые сыграли короткая рокировка d5. Возможно, сильнее здесь d6. После d5 последовал размен в центре. Еd, конь бьёт на d5, слон d2. Предлагая чёрным взять на c3. Тогда белые получат пару отличных слонов, нацеленных на королевский фланг чёрных. Чёрные не идут на этот вариант и играют слон d4. Ладья а на e1, конь b4. Ферзь e4. Ферзь бьёт на e4. Слон e4. Слон a6. Чёрные напали на ладью, но что же задумали белые? Конь e2. Слон c5. А3. Конь d5. b4. Слон d6. Конь d4. Белые отдают ладью, но получают взамен слона и пешку. Слон бьёт на f1. Король бьёт на f1. Конь b6. Конь бьёт на c6. Расчёт белых основан на том, что их фигуры активнее. Чтобы скоординировать действия чёрных фигур, необходимо несколько темпов. Также белые владеют инициативой. Этим определяется преимущество белых. Теперь они угрожают сыграть конь e7, шах. Возможен вариант. a6. Конь e7, шах. Слон бьёт на e7. Слон бьёт на a8. Слон b4. ab. Ладья а8. В связи с тем, что пешки а и c чёрных стоят раздельно, белые могут их атаковать, чем и определяется их преимущество. Но вернёмся к партии. После конь бьёт на c6, чёрные сыграли ладья f на e8. Последовала a4. Жертва пешки. Если конь бьёт на a4, то конь e7, шах. Ладья бьёт на e7. Слон a8. Ладья e1, шах. Слон e1, c5. И слон c6. Промежуточный ход, позволяющий зафиксировать пешку a7. Конь b6, b5. Позиция белых лучше. В партии после a4 чёрные пошли король f8. a5. Конь c4. Слон c1. Лучше слон c3. После слон c1 чёрные могли ходом f5 перехватить инициативу. Слон бьёт на f5. Ладья e1, шах. Король e1. Конь e5. Конь бьёт на e5. Ладья e8 с преимуществом. Но на слон c1 они сыграли a6. Последовало f4. Ладья e6. Ошибка чёрных, которая стоила им партии. Правильно, конь e3, шах. Ладья бьёт на e3. Слон бьёт на f4. Ладья f3. Слон бьёт на c1. С шансами на ничью. После ошибки ладья e6. Белые сыграли слон d5. И оказалось, что чёрному коню некуда отступать. После ладья f6, ладья e4, чёрные сдались. Следует отметить, что начиная с 23-го хода, игроки находились, скорее всего, в сильном цейтноте. Чем и объясняются неточности в конце игры. КОНЕЦ КОНЕЦ